Музыка Здравствуйте много уважаемых зрителей и подписчиков канала Мужской Подход Недавно я готовил соревельную колбаску с оливками, с варенованными оливками Она действительно оставила неизладимые впечатления как на меня, так и на моих родных и близких Ну и попросили приготовить меня что-то подобное Но ту же самую колбаску готовить я не захотел И тут недавно гуляя по супермаркету, встретил перчик пепперони в рассоле Который я неоднократно кушал, когда был на отдыхе в Турции Мне он очень понравился И тут решил я приготовить такую колбаску сыровяленную С этим перчиком, с пепперони Я думаю, что получится у нас ничуть не хуже, чем то, что получилось с оливками А если немножечко поиграться с приправами, что я делаю сегодня Я думаю, что получится, может быть, даже и лучше Так что, друзья, сегодня мы готовим с вами сыровяленную колбасу С греческими перчиками пепперони Значит, что же я буду сегодня использовать Мясо свинина, полкилограмма ошейка и полкилограмма кострец Далее, где-то 170 миллилитров белое полусухое вино 26 граммов нитритной соли Где-то 35 грамм пепперони, может быть, даже чуть больше перчиков Далее, мед Здесь 26 граммов меда Очень мне понравилась колбаса с медом Поэтому буду теперь все чаще и чаще его использовать Далее, друзья, чесночок, свежайший чесночок, натертый на мелкой терке 10 грамм Перец черный, молотый, здесь пол чайной ложки Далее, базилик, где-то одна чайная ложка, без горки Майоран, пол чайной ложки Кардамон, одна треть чайной ложки А также зира или кумин, пол чайной ложки И молотый кориандр, тоже где-то пол чайной ложки Так, не забыл, надеюсь, ничего Ага, паприка Паприка сладкая, копченая Полторы чайные ложки Паприка тоже нам нужна Я думаю, она будет здесь не лишней Так, что ж, друзья, что мы делаем в первую очередь Из приправ я ничего вроде как не забыл Ну и приступаем к нарезке мяска Нарезаю мясо на небольшие кусочки Так, поехали Мясо, ребята, свежайшее, отличное Сегодня еще хрюкало Все лишнее я поубирал с него Все жилки, все, что нам не нужно, я с него убрал Ну и сейчас быстренько нарежем Я вам покажу, на какие кусочки я буду нарезать И далее быстренько нарежу, чтобы не отвлекать ваше время Всегда, когда я делаю колбаску сыровяленую Я использую в основном ручную набивку Машинную почему-то мне не нравится Не нравится Вот люблю я ручной труд Так, вот такими кусочками я буду нарезать мяско Даже где-то, может быть, чуть-чуть поменьше Тогда оно более лучше промариновывается Это мяско в колбаске Вот, друзья, быстренько сейчас мы это все дело нарежем Оформим Вот Такие небольшие кусочки Я нарезаю дальше и встретимся через секунду Так, вот, друзья, нарезка мяса завершена Вот такой получился фарш Маленькие кусочки в этот раз Небольшие я делал Ну и поехали, значит, друзья Первым делом засыпаем наши три перони Так, добавили наши перчики, три перони Добавляем три права все Одним махом все засыпаем И обязательно соль Не забываем уже соль Так, мед, мед, друзья Мед тоже нам нужно добавить Так, есть, готово Готовое вино И все это перемешать нужно Необходимо все Хорошенечко вымешать Тщательно, хорошенечко перемешать Так, друзья, фарш хорошо вымешан Пока без вина Уже запах у нас, как всегда Турманит голову Как приправ Вот, друзья, на этом этапе важно Вымешать все хорошо Сначала без вина Вот, перемешали Далее заливаем вино И так же все перемешиваем Так, сейчас, друзья, дам я ему немножечко постоять Настояться Буквально 5-7 минут Пускай постоит Далее еще раз хорошо перемешаю И накрою пищевой пленкой И оно будет у меня проходить предпосыл При комнатной температуре Где-то 12-14 часов Где-то так Так что, друзья, не переключайтесь Продолжение следует Так, друзья, я снова с вами Значит, прошло У меня около 18 часов Я немножечко задержался Планировал раньше Но не смог Раньше приступить к набивке Поэтому, друзья, сейчас все готово Поэтому приступаем Начинаем набивать оболочку Значит, я буду использовать сегодня Разные, как всегда, разные виды оболочек Значит, для нашей колбаски С перчиками пепперони Так, сейчас в первую очередь У меня пойдет Оболочка Которая называется Айцел Это искусственная оболочка Она мне очень понравилась В использовании Так что, сейчас один краешек Завязываем И приступаем к набивке Как всегда, наша Несменная Насадочка Которую мы будем использовать Как всегда Надеваем Самое важное В этом всем деле В набивке, друзья Это Хорошо, плотненько Набивать Так Что же Шикарный запах Шикарный цвет У фарша Ну и поехали Я думаю, что и конечный результат Тоже будет очень хороший Поехали, друзья Я думаю, что и конечный результат У нас будет очень достойный Вот, друзья Цвет У фарша Отменнейший Просто отменнейший Рекомендую Делать так Так Набиваем Если у вас много жидкости Скапливается Ничего страшного Эта оболочка У нас Паровлагопроницаемая С нее все Лишнее уйдет Останется Только Исключительно Мяско Это я вам Могу Гарантировать Так что Используйте И даже не волнуйтесь Вот, друзья Какая получается Колбаска Я продолжаю Ну а мы встретимся Когда у меня уже Все будет готово Вот, друзья Как видите Такие у меня получились Два Замечательных батончика Воздуха Практически нет Максимально Я старался Выгнать воздух При набивке И вам того же Советую Это крайне необходимо Чтобы воздуха Было Минимум Потому как Если вы используете Оболочку Айцел Полимерную Ее протыкать нельзя Коллагеновую Можно Эту нельзя Так, друзья И далее Я отправляю Это Два батончика Замечательных В подвал Навеление Перед тем Как отправить Навеление Друзья Обязательно Я их свешу Повешу таблички Чтобы контролировать Потерю веса Ну и встретимся Когда уже Будет готовый результат Ну что ж Уважаемые зрители Колбаска С Перчиками Пепперони Готова И пришло И пришло Время Испробовать Что же мы Получили В результате По цвету Как всегда Цвет Мне нравится Значит Друзья Колбаску Я хорошо Подвалил Мне больше нравится Когда она Теряет больше Чем 50% Веса Такая Довольно Красивая Плотненькая Значит По потере По потере Значит Здесь Около 50% Потеря На обеих Батончиках Кому-то Это нравится Кому-то Это не нравится Мне это нравится Я делаю Для себя Поэтому Я сделал Так Вы можете Опускаться До 30% Или же Так Как вам Будет Удобнее Ну и Попробуем Друзья Обязательно Попробуем Этот Пока Отложим В сторону И Снимем Пробу Посмотрим Что у нас Получилось Внутри Наших Батончиков Вот Друзья Какой Цвет Я считаю Что Результат Достойный Вполне Запах Отличный Мясной Слегка Чувствуются Приправы Как видите Здесь Заметно Перчики Пепперони Колбаска Я думаю Должна быть Остренькая Сейчас Ее Попробуем Вот Друзья Если Тоненько Нарезать Вообще Получается Сделать Тоненькую Нарезку Будет Шикарно Очень Мне нравится Когда Тоненько Мы Нарезаем Такую Колбаску Которая Хорошо Подвалилась Замечательно Уважаемые Зрители Уважаемые Подписчики Что У меня Получилось В результате Вот Замечательная Консистенция Колбаски Замечательный Цвет В общем Мне Очень нравится И на Запах И Я думаю Что и на Вкус Тоже Ну вот Вот результат Вот какая Красота Ну а я Попробую На вкус Что же Получилось Отличный Результат Чувствуется Остринка Хорошо Чувствуется Остринка Потому что Перчиков Друзья Вот такие Использовал Перчики В перроне Довольно Много Я их положил Но Мне нравится Результат Мне Очень понравился Поэтому Я обязательно Откушаю Еще Ну и друзья Пока Я буду Кушать Сам Угощать Свою Семью Вот Еще Раз Посмотрим На Результат Ну и Я с вами Прощаюсь До Скорой Встречи Всем Кому Понравилось Видео Как всегда Палец Вверх Подписка На канал И До новых Встреч Всем Здоровья Добра И удачи Друзья До новых Встреч Субтитры